Приветствую любителей модов для Евротрак Симулятор 2, в частности легковых автомобилей. Сегодня мы посмотрим мод на Mercedes-Benz 300SL. Это такая моделька 1954 года. У нее еще дверцы открываются вверх и такие формируют, как крылья чайки. Давайте посмотрим на его конфигурацию. Как видим, находится в двух салонах почему-то. Еще его в Volvo засунули. Давайте проверим. Да, и Volvo он почему-то есть. Непонятно, зачем он там. Достаточно было бы и Mercedes-Benz. Давайте рассмотрим модельку. Вот так вот выглядит моделька. Руля снизу под машиной я не вижу. Но видно, что руль двоит сразу вот такой вот недостаток. И он даже сильно таки бросается в глаза. Руль, который у нас будет использоваться, стоит нормально. А вот этот руль у нас выпирает вот так наружу. Это уже большой недостаток. Хотя моделька выглядит достаточно так шоколадно. Давайте перейдем к остальным конфигурациям. Что у нас по кабинам? Видим, что стандартная картинка у нас сделана от Eurotrack Simulator. Так, всего по одному. Двигатели уже видим, что есть два варианта. По коробкам передач 6,4. Так, интерьеры. Видим, тут Skoda просматривается. Посмотрим, что нам дает эксклюзив. Эксклюзив добавляет нам GPS. Но вы видите, как расположен GPS. Он будет перекрываться рулем. Это, конечно, не очень хорошо. И вот здесь какие-то непонятные элементы. Но это все мы будем смотреть в игре. Видим, тут хромированная такая надпись SL. Зеркало находится не вверху. А почему-то аж тут внизу. Хотя, не знаю. Но тут даже посадочное место какое-то есть под зеркало. Так, идем дальше. Что у нас по раскраскам? Видим, что тут есть кастомные раскраски. Выглядит она при любом цвете шикарно. Желтый разве что ей не идет. Так, ну, оставим тогда на дефолтном красном цвете. И идем дальше. Что у нас по тюнингу? Спереди никакого тюнинга нет у нас. Видим, что свои диски. Менять их не будем. Caravan Mirrors не убран из нашей Skoda. Main Mirrors тоже. Также обратите внимание, что здесь зеркало отсутствует. Вот здесь вот такая вот штучка. К сожалению, приблизить больше не могу. Давайте посмотрим вот отсюда. Видим, что это зеркальце. А вот тут зеркальца нет. То есть у нас правого зеркала нет. Мы можем ориентироваться только поэтому. Кстати, я не могу понять, как оно так показывает. Если вот здесь стойка, оно углублено. Оно должно стойку показывать. А не как положено зеркало, если бы оно было здесь. Ну, это такое. Так, что у нас дальше по тюнингу? По тюнингу уже все, я так понял. Сзади фаркопа мы не наблюдаем. Трейлер даже не буду цеплять в таком случае. Так, идем дальше. Что у нас по интерьерчику? Как мы видим, никаких точек нет. Здесь что за точка? Это у нас основное зеркало. Так, дашборд сет. Что меняет дашборд сет? Абсолютно ничего не меняет. Ну, какая-то точка тут присутствует. Сзади, как мы видим, у нас нету сидений. Здесь просто такой багажничек, можно так сказать. Видим, динамики даже встроены здесь по бокам. Интересный такой интерьерчик. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы цвета можно было менять. Потому что в розовом, наверное, не каждый захочет ездить. И также посмотрите, что здесь с текстурами. Здесь какой-то непорядочек с текстурами. Какие-то несходки по текстурам. Окей, давайте подтвердим. Все-таки я примерю таки трейлер. Просто посмотрим, да, нет. И поедем на ней. Смотрим ее в игре. Итак, мы в игре. Давайте первым же делом, поскольку идет дождь. Мы сейчас включаем двигатель, слушаем звук. Вот такой звук включения двигателя. Сразу же хотелось бы знать, можно ли поправить наш руль. Положение. Да, положение руля можно поправить. Давайте пробовать освободить наш GPS. Так. Ну, это максимум, что мне удалось выкрутить. Так, еще бы я придвинулся немножечко. Ну, когда мы придвигаемся, конечно, ухудшается у нас обзор. Так что, вот так вот оптимально. Итак, смотрим, что у нас получилось. Уже немного лучше виден наш GPS. Но, конечно, часть все-таки остается невидима. Давайте пробовать сразу поворотники. Видим, что есть анимация и индикация. Зеленая такая кнопочка. К сожалению, мы не будем знать, какой у нас поворотник в данный момент включен. Но это нужно просто быть внимательным. Так, все. Все проверили. Давайте теперь проверять наши дворнички. Итак, дворники, как мы видим, не стирают. Это уже минус. Индикация какая-то по дворникам тоже не наблюдается. Давайте смотреть внешку. Итак, прицепил я все-таки трейлер. Как видим, он прицеплен за ничто просто. Но зато на нормальном расстоянии и на нормальной высоте. Ничего не перекошено. Так что с трейлером можно ездить. Если вы не придираетесь к таким вот мелочам, как фаркоп, то трейлер можно вполне себе возить. Как мы видим, дворники также работают. И что самое главное, руль двоился у нас в гараже. Сейчас он двоится, но зато не снаружи. И это не так сильно бросается в глаза. Как видим, водитель не берется за тот руль, который у нас должен быть коричневого цвета. А берется за вот этот фантомный руль. Итак, ну это уже получше. Это лучше, чем он бы торчал бы снаружи. То есть это еще терпимо. Но не знаю, я бы на месте автора мода, если они не умеют поправить это, то сделал бы тонировку, сильную тонировку окон. И тогда это бы справило ситуацию. Не бросалось бы в глаза. Моделька выглядит отлично. Давайте проверять у нас ночь. Включим. Видим, что лог красный. Итак, у нас ночь. Дворники могут уже засыпать. Включаем фары. Достаточно яркие фары. Выключили. Пробуем поворотники. Поворотники тоже яркие. Смотрим, не дублируются, правда. Сзади тоже поворотники присутствуют. Ну, на караване, естественно, тоже поворотники. По фарам тут все хорошо. Давайте переместимся в салончик. Посмотрим, как у нас с подсветкой салона. Достаточно светло в салончике, я бы сказал. Ну, мы не в таком темном месте находимся. Видим, при нажатии света, встает еще светлее. И, кстати, работает регулятор переключения. Мы видим. И на дальнее. Видим, что все анимировано. Под каждое действие есть. Кстати, этот регулятор не действует, как ключ зажигания. Интересно. Нет, конечно же, не действует. Ну, я проверяю все-таки все. Так, ну, датчики хорошо видны. Все окей. Подсветку я не могу сказать, какого цвета. Добавляется белая подсветка, вот так скажем, нейтральная. Итак, давайте включим день и попробуем на нем проехаться. Итак, у нас день. Опять дождь пошел. Я его выключу, потому что у нас створники не работают, как вы поняли. Так, еще раз пробую стереть. Нет, ничего не изменилось. Отцеплю трейлерочек. И давайте проедемся немножечко. Все отлично. Смотрим с внешки на него. И пытаемся ехать. Да, видно, конечно, какой руль он крутит. Это, конечно... Ну, с внешки не очень хорошо кататься. И также звук. Я не уверен, что это звук от него. Похоже на звук от какого-то тягача, конечно. Так, возвращаемся в кабинку нашу. Давайте посмотрим, куда мы можем поехать. Ну, давайте поедем налево. Смотрим. Никто не едет. Немножечко проедемся. Так. Это я, конечно, переборщил. Так. С рулежкой тут, конечно, не очень. Вот так вот выровняем. Так. Там у нас уже образовалась пробочка. Очень сильно резко поворачивает. Как мы видели, я еду на низкой скорости. Но поворачивает достаточно резво. То есть на большой скорости будет довольно-таки сложно входить в повороты. Так. Вот там у нас есть палочка, я вижу. Давайте на нее и поедем. Так. Смотрим на дорогу. Все нормально. И на вот эту палочку мы... Отлично. Отлично. Тут автомобильная стоянка достаточно большая. И грузовики. Я встану где грузовики. Отлично. Нам предлагают отдохнуть. Но мы уже отдыхали, пока не было новых модов. Ну, давайте выключу звук. Так, я и не понял. Так. Звук выключу. Так. Так, я и не понял, что у нас вот здесь. Скорее всего, это какие-то баги от старого руля. То есть это тоже автору нужно убирать. Руль не доделан. Мы видим, что тут элементы конструкции лишние появляются. В принципе, вот этот руль вполне себе нормальный был. Если бы убрать вот эти части, остатки. Хорошо, что есть GPS. Это немножко спасает ситуацию. Хотя он чуть-чуть прикрывается рулем. Но ничего. Есть анимации по всем. По поворотникам, по переключению света. Это хорошо. Зеркальце. Хотелось бы, конечно, вверх его поместить, а не вниз. Так. Дальше по салону. Ну, хорошая обивка. Мы видим, что тут у нас щели в текстурах есть. Но обивка достаточно хорошая. Но хотелось бы, чтобы были варианты по цветам. Чтобы не только вот этот розово-красный. Какой-то другой цвет можно было применять. Дворники не работают. Это, конечно, для меня минус. И второй минус, который я бы сильно бросается, конечно, в глаза. Это то, что мы видим, что двоит руль. И водитель наш держится за руль, который стандартный. Это нужно быстренько исправлять. Моделька-то достаточно хорошая. Или, как вариант, что я говорил, нужно просто добавить такую мощную тонировку, чтобы водителя просто не было видно. Тогда это не будет бросаться в глаза. Звуки также нужно править. Звуки такие неестественные для легкового автомобиля. Нужно ставить какие-то другие. Желательно. Ну, от него же не поставишь, наверное. Не найдешь уже звуковые файлы. Ну, хотя бы, чтобы приблизительно от каких-то Aston Martin хотя бы что-то поставить. Чтобы было на легковой автомобиль похоже, а не на грузовик. Вот такой вот у нас получился мод. К сожалению, багов еще предостаточно. Ставлю ему 7 из 10. Хочется больше тюнинга. Хочется рабочие дворники, чтобы были в этом моде. И хочется, чтобы не двоил руль. Вот так вот, ребятки. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok